Подгузники, стиральный порошок, детский шампунь, влажные салфетки, туалетное мыло. Такие наборы получили 23 многодетные мамы. В каждой семье по трое, четверо, пятеро и даже шестеро детей. Ежемесячно на средства гигиены только на одного ребёнка приходится тратить от полутора до трёх с половиной тысяч рублей. Это не считая покупки одежды и питания, расходов на транспорт и съём жилья. «У нас многие семьи нуждаются в дополнительной помощи, поскольку в наше, так скажем, нелёгкое время, помимо этих средств гигиены, ещё приходится снимать жильё. Ну и это очень не помешает, конечно. И поскольку ещё есть маленькие детки дома, это как бы пригодится в любом случае. Спасибо большое организаторам». «В месяц две тысячи рублей уходят на подгузники. Ну плюс нужно детское питание, вот малышу. У меня трое детей учатся в школе, живую на фиоленте на даче. То есть это проезд каждый день на всех троих. И всё платное, потому что микроавтобусы, там троллейбусы не ходят. Ну плюс питание. Детям нужно и мясо, и рыбу. Покупаем минимально, но всё равно денег не хватает». «Красный крест» давно сотрудничает с Севастопольской общественной организацией помощи многодетным семьям. Её сотрудники предоставляют списки наиболее нуждающихся. «В общественной организации с 2011 года состоит около двух тысяч семей. Мы выбираем семьи, которые находятся в тяжёлом жизненной ситуации, либо малообеспеченные. Многодетные семьи сейчас очень тяжело выживают. Семьи, которые получают пособие на ребёнка, минимальная сумма 5800, максимально 11 тысяч. Если из этих 5800 более 2500 уходит на памперсы. И если мама не кормит ребёнка грудью, большая очень часть уходит на кормление ребёнка на наши смеси. И скажем, что сегодняшняя акция у нас получается очень большим подспорьем для многодетных семей». Такие акции «Севастопольский Красный крест» проводит 2-3 раза в год. Кроме многодетных семей, общественная организация помогает инвалидам, сиротам и старикам. Все нуждающиеся могут обратиться с заявлением по адресу улица Гоголя, 34. Наборы «Красный крест» приобретает за счёт средств меценатов и благотворительных взносов неравнодушных граждан. «Спонсорами являются у нас средние образовательные школы, люди, которые неравнодушны к этому нам помогают. Потому что наша организация зависит от бизнес-партнёров, от членских билетов и расчётного счёта. Поэтому государство нам не помогает, мы владеем своими силами. И, как говорится, есть помощь, мы эту помощь выделяем». На следующей неделе благотворительная акция пройдёт в Гагаринском районе. Наборы средств гигиены будут выдавать семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Также в ближайшее время в планах передать телевизор детскому отделению противотуберкулёзного диспансера. Его приобретут за средства меценатов. Они выделили организации 30 тысяч рублей.